Дональд Трамп 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 который грубо обошелся с журналисткой. Верный Паш толкнул ее при попытке задать вопрос миллиардеру, а затем крепко схватил за руку. Женщина заявила в полицию. Трамп сказал, что напасть скорее хотели на него. Эти видеозаписи ничего не доказывают. Многие спрашивают, где тут основания для выдвижения обвинений. Если присмотреться, то это она хочет меня схватить, а он пытается ее оттеснить. Я думаю, что это очень и очень печально и несправедливо по отношению к хорошему человеку. У него четверо замечательных детей. Прекрасная семья в Нью-Гэмшире. И заводить на него уголовное дело из-за этого... У самого Трампа детей пятеро. Не так давно родился восьмой внук. И как подавляющее большинство его однопартийцев, Трамп выступает против абортов. Однако он предлагает не только запретить искусственное прерывание беременности, но и затем наказывать женщин. Именно женщин, а не врачей, подпольно делающих аборты. Ну, чтобы другим не повадно было. Многие говорят, что Трамп попросту сумасшедший. Вот как описал его психологический портрет специалист. Я бы сказала, что он типичный нарцисс. Хотите, чтобы я объяснила, что это означает? Когда мы смотрим на Трампа, мы видим сплошное эго. Все вокруг его эго. Вокруг его грандиозности. Все превращается в шоу. Он считает, что имеет право на все. В то же время все и всех воспринимает в штыки. Это своего рода защита нападать на других. Он все обращает против оппонентов, чтобы защитить свое эго. Тут налицо личностное расстройство. И это очень сложно лечить, так как пациент, как правило, не осознает проблему. С психологом согласна и бывший советник миллиардера по стратегическим вопросам, которая не понаслышке знает, кто такой Трамп. Несколько дней назад Стефани Цигильски сложила свои полномочия. А точнее, плюнула, хлопнула дверью и ушла. В настоящее время я в полной мере осознаю свою ответственность за участие в создании этого монстра. Трамп никогда не собирался быть кандидатом. Но его гордыни и тщеславие уже вышли из-под его личного контроля и не дают ему остановиться. Среди прочего, Цигильски называет его карикатурным, а высказывание – детским лепетом. Как бы ни нападал Трамп на женщин, есть и те, кто им восторгается и призывает голосовать именно за мощного Дональда. Видимо, по принципу – бьет, значит любит. Это новая страница в Твиттере. Здесь не совсем одетые женщины, выступающие в поддержку главного республиканского кандидата в президенты США. Снимок сопровождается хэштегом «Babes for Trump» – детки за Трампа. В общем, не простые у Трампа отношения с женщинами, а у женщин с Трампом. И тут, как говорится, продолжение следует. Лиза Каймен. Нью-Йорк. Специально для Тайм-кода.